Рев моторов на стадионе «Строитель» в эти выходные почти не прекращался. 20 заездов каждый день, сильнейшие противники и болельщики, которые ждут только победы. Ставки на этот раз у каждого спортсмена были высокие. Помимо уфимцев за звание чемпиона, также боролись участники из Тольятти, Шадринска и Каменск-Уральского. Мэр последнего города даже прибыл в Уфу, чтобы лично поддержать гонщиков. Ну сегодня двое остались. Дмитрий Комицеевич вчера получил травму, к сожалению. Основная надежда наша была на него. Конечно же, мы в первую очередь за него болели. Вот видите, у меня даже шапка с его номером 919. Ну, так случилось во втором заезде. Он упал, получил травму, сегодня не участвует. Поэтому вот так. Настрой спортсменов – такие важные моменты во многом определяют и болельщики. Несмотря на то, что дни соревнований выдались достаточно морозными, настоящих любителей спорта это не испугало. Ой, ведь трибуны, что западные, что восточные, буквально кишат болельщиками. Поддержать спортсменов и выкрикнуть традиционные алга приехали с разных уголков республики. Мы приехали с Октябрьского посмотреть. Не всегда удается такая возможность, но стараемся посещать. Периодически приезжаем, болеем за наших ребят. За Уфу, за Богданова. Богданова вперед! Как часто ходите на мотогонке на льду? Каждый год. Каждый год. Традиции уже. Победителем третьего этапа чемпионата России стал Никита Богданов. Серебро досталось также уфимскому спортсмену Динару Валееву. Третье место завоевал Игорь Кононов из города Тольятти. Но расслабляться гонщикам еще рано, ведь уже в начале февраля в Вятских Полянах пройдут следующие этапы игр.